Молекулы воды прекрасно воспринимают информацию. Дорогие друзья, а из чего состоит наш организм? На 80% из воды. Так что делайте выводы сами. А так, например, слова «любовь» и «признательность» удивительно преобразила кристалл воды и наполнила его красотой и гармонией. Как говорит сам Масара Эмото, это самый красивый и изысканный кристалл из всех, что он видел до сих пор. Известно, что механизм регенерации, то есть восстановления и обновления организма заложен в организме человека природы для того, чтобы преодолевать всевозможные повреждения и болезни. Но, к сожалению, на протяжении тысячелетий этот процесс нарушился, и человек частично утратил эту способность. Наши клеточки постоянно обновляются, но с учетом нашей внутренней установки. В истории человечества был такой период, когда человек не знал ни старости, ни болезней. Человек просто не имел способности стареть и болеть. К примеру, если обычный человек попадет в общество долгожителей, где, предположим, принято жить до 150 лет, а иначе и не мыслилось бы, и он прожил бы не меньше. По некоторым исследованиям, такой гормон, как мелатонин, ответственен за процессы взросления и старения. К сожалению, с возрастом его вырабатывается в организме меньше и меньше. Как же заставить эпофиз продуцировать столь важный для нас гормон? С помощью позитивного настроя, который и будет вырабатывать необходимые вещества, преодолевающие, продлевающие молодость. Позитивно заряженные фразы, то есть аффирмации, применяемые регулярно, действуют на уровне подсознания и превращают наши слова в реальность. А если подключить визуализацию, этот процесс уже будет не остановиться. По сообщениям японской прессы, 1997 год в городе Фукуока у госпожи Сенагон в ее 75 лет появились не только новые зубы, но исчезла седина, и волосы стали черными и приобрели былой блеск. Но это еще не все. Госпожа Сей в таком почтенном возрасте родила сына. И по свидетельству соседей, она настолько омолодилась, что выглядит как 30-летняя женщина. Кстати, это не единственный случай, который знает история. История знает и другие примеры омоложения организма. Дорогие друзья, наше подсознание может вырабатывать эликсир молодости. Источник молодости находится внутри нас. Так что молодость – это осуществимая фантазия. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...